В Китае, когда мне было 16 лет, сейчас мне 32 года. И я могу сказать, что в моей жизни имидж медицина и ЦИГУМ это часть моей жизни и вся моя жизнь, потому что я постоянно занимаюсь, постоянно развиваюсь в этой области. Я ведусь к имидж медицине уже 16 лет. В первом году я на Китае 16 лет и сейчас я 32. И в этой же время я занимаюсь к чинической имидж медицине, ЦИГУМ. Это были к кем-то предполагаемой жизни, а не к кем-то жизни. Так же, как и вы, я первый раз узнала о Чуньян Цугун, я думаю, около 18 или 17 лет тому назад, я была совсем ребенком, мне было 12-13 лет, я пришла на занятия вместе со своей мамой и на первую лекцию профессора Суньян Тана. И так же, наверное, я что-то не понимала, для меня оказалось это все очень мистическим, очень необычным миром, энергией, потому что изначально, конечно, мы не совсем, может быть, понимаем, что такое энергия, как с ней работать, но это меня очень сильно привлекло. Первый раз у меня был Чуньян Цугун, когда я родился, 12 или 13 лет, я просто учился с моей мамой. Затем вы тоже изучаете различные упражнения, как вы можете помочь самим себе. Упражнения Большое Дерево, различные упражнения, они именно здесь вы будете изучать, уже, наверное, изучили, как вы можете помочь себе, помочь своему здоровью. Но также я уверена, что на этом семинаре сегодня вы немножко будете пытаться почувствовать, что такое энергия или, может быть, работа с красным шаром. И вам, Тамара Ивановна, расскажет вам, что вы будете заниматься с собой, чем больше вы будете понимать, что такое энергия и как с ней работать. И вам, Тамара Ивановна, расскажет, как можно простыми методами, например, помочь своим близким, если какие-то боли или человек себя плохо чувствует с помощью энергетического лечения, простым методом, руками, можно очень хорошо помочь. И вам, тамара Ивановна, расскажет вам, что это работает 100%. И вам, тамара Ивановна, расскажет вам, на самом деле, если какие-то проблемы или уникальные отношения, которые они могут помочь. В основном, в моей мотивации, как учение молодого человека или ребенка, почему я начала заниматься, это не была какая-то проблема физического характера, это не была проблема духовного характера. Профессор Сумитам сказал одну фразу, я ее запомнила на всю жизнь, и я с ней иду по жизни. Он сказал, что если вы будете заниматься целом, тогда вы сможете открыть в себе различного рода таланты, способности. Если вы художник, вы будете хорошо рисовать, если вы музыкант, вы будете писать очень интересные произведения. Я хотела быть, наверное, лучшей или профессиональной в том, в чем мое предназначение я в будущем. Это была основная мотивация или цель, почему я не занимаюсь этим процессом. Как я, как путь, в том, что ты был женщина, я не делала личные проблемы, которые я решила. Я не делала личные проблемы, отношения или проблемы. Но я хочу, чтобы профессионально в своем личном направлении, в моем личном направлении. Профессор Сюгин-Лан сказал, что я всегда заметил, что «Чивон может вам помогать, свои внутренние Таленты, например, если вы художник, то есть красивые Мастерстыки, если вы художник, то есть красивые музыки. Если вы художник, то есть красивые Мастерстыки, если вы художник, то есть красивые Мастерстыки. В процессе практики Сюгон я, конечно, начинала потихоньку лечить, потому что все мы живем в семье, и нас окружают наши родные и близкие, они болеют, и всегда хочется им помочь. Моё первый опыт лечения в области имидж-медицины, когда кто-то болел у меня в семье, и я пыталась простыми методами. На первой ступени у меня отсюда, на второй мы обучаем, как можно помочь пациенту или близкому. И я всегда удивлялась, когда я делала, мне казалось, простые банальные вещи, но потом был результат. Результат был ярко выражен, температура падала, например, было воскрение почек, выходил песок. Я делала самые простые вещи, которые у нас обучали на семинарах, как здесь, и были результаты на самом деле. И я начала верить в то, что это действительно работает. И мои первые уроки были в области, когда я пытался, мне наше мнение людей, например, у меня из-за семьи. Мы были все люди, которые у меня были, и у меня было так, как и так. И я сейчас уже не разрешу... Больше поговорю о институте Пундаве. Затем, когда мне было 16 лет, я решила приехать в Пекин и профессионально изучать и мечту, и лечить, углубленно практиковать. Вот, я приехала, и мастер-симметан меня обучал 6 лет. Это была индивидуальная практика, он мне передавал свои знания, готовил меня и объяснял. Мы работали на открытых заразличных способностей. И сейчас в институте Кундавел я работаю на протяжении уже, наверное, с 2006 года с небольшими перерывами. И я могу сказать, что этот метод лечения, он очень действенный, потому что каждый день мы принимаем очень тяжело больных людей с заболеванием онкологии, с заболеванием крона. И результаты очень хорошие. И тогда, когда я 16 лет была, я пришла в Пекин, чтобы в исследовании Кундавел продолжить в исследовании Кундавел. Я параллельно также училась в Пекине и закончила, закончила институт традиционной китайской медицины. Это самый лучший университет в мире. Все лучшие профессора, они заканчивают этот институт. И я могу сказать в сравнении, что такое имидж медицины и традиционная китайская медицина. Да, традиционная китайская медицина, она может многому помочь. Но имидж медицина, она более углубленная. Или можно сказать, что профессор Сунилтан, он раскрыт все тайные секреты, которые традиционная китайская медицина не раскрывает. Параллельно за студию для чиновной медицины, я также изучала Чиновная университета для чиновной медицины. Это основная университет для чиновной медицины, которая лучшая специалисты на специальном литче. Я теперь могу сравнить ТК или ТК, к чимнезадимушной медицинской calorieю, и кимнезами. Я хочу сказать, что кимнезадим очень гораздо сильно интеллектом с ТК. Это так же, феса Сюминтан, которая научилась о том, что в ТК не может заработать, Традиционно китайская медицина ставит акцент на энергию, а в имидже медицины мы рассматриваем человеческое тело или делим тело человека, существо человека на три составляющие. Это физическое, энергетическое и информационное. И все болезни сейчас, они не относятся к какой-то одной направлению. Очень маленький процент болезней, которые относятся или к физической, или к энергетической, или информационной. Сейчас практически все заболевания это энергия плюс физика, физика, энергия плюс информация. И имидж-медицина работает на этих трех слоях или на этих трех уровнях. Традиционная имидж-медицина преимуществит meistens энергия без Menschen. И в имидж-медицине мы сходим, что все люди существуют три компоненты, которые являются тело, энергетики и информация. И все, что все это все, и все эти уровни. Насколько делается, что только тело или энергетики имеются в течение всего, которые не будут в течение всего этих уровнях. Я уже заканчиваю свою небольшую презентацию, и просто хочу сказать, что освоить имидж-медицину может каждый. Имидж-медицина, она делится на начальное обучение, более интенсивное обучение, и уже люди, которые более такие профессионалы в этой области, которые работают 10 лет и больше, по 20 лет, они, конечно, работают более серьезными техниками. Но есть очень простые методы, которые не нужно иметь экстра какие-то способности, врожденные их. Потом можно в процессе развить, но если вы будете обучаться или попробуете на себе, то вы увидите, как работает хорошо именно имидж-медицина, потому что образец иналитар, он очень упростил этот метод для каждого. Это можно использовать и дома, помогать себе, своим близким, и можно использовать профессионально. Вы можете пока мы в будущем быть профессиональным врачом, или если вы уже врач, вы можете это дополнять в своей работе. И как последнее сказать, что эти методы для имидж-медицины очень, очень простые методы. Или, как раз, есть много обучения, можно использовать эти методы для имидж-медицины, которые очень простые методы для имидж-медицины. В общем, это может быть очень простые методы для имидж-медицины, которые можно использовать в качестве способности, в том, что можно использовать специальные методы для имидж-медицины. Но в основном, это для каждого человека очень удобно. В этом все. Сейчас мы поговорим с другой стороны. Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста, пожалуйста. Парни? Что часто бывает так, что какая-то победа связана с сильными волями, то есть человек очень, как бы сказать, загружен, как бы очень сильно вода, неприятность, ощущение болезни, и поэтому, как следствия, в дальнейшем идти непосколько нельзя просто себе сказать, ладно, у меня сейчас все хорошо, я хочу сказать. В институте Кондавелл мы когда лечим, мы занимаемся персональным исследованием конкретно одного человека, или данного пациента, то же самое заболевание сахарной диабели, или может болеть, любое заболевание, оно проявляется в каждом человеке по-разному, и мы пытаемся найти причину, потому что то же самое заболевание, как болезнь укрона, у нас была пациентка, мы нашли проблему в шее, хотя шея у нее не болела, то же самое заболевание с другим пациентом, причина может быть совершенно в другом органе, или сбой в системе другого характера, поэтому, когда мы работаем конкретно с пациентом, в институте Кондавелл наши специалисты, которые работают очень много лет, они изначально должны найти причину заболевания, почему боль, почему стресс, почему пациент находится в таком состоянии, и шаг за шагом устранять, вот, но, конечно, у нас есть еще базовая методика, если иношотерапевт только обучается и еще не может, и причина, или он не уверен в том, что его диагностика правильная, есть базовая техника, например, повысить иммунитет, открыть каналы, открыть точки, для того, чтобы лучше циркулировала энергия, и пациенту становиться легче. Когда мы в Кундафеинститут говорим, то, что мы индивидуэли ситуации у каждого пациента находимся, то, что каждый человек имеет имеющиеся в другую причину, и мы идем в другую ситуацию, и скажет, почему это так происходит, что здесь происходит, и как можно улучшить этот состояние? И если вы еще один Антеннер наиболее медицинской области, то есть определенные Техники, которые пациентам именят. Например, есть методы, которые помогают, чтобы спальтеры, а также практика цигон, она тоже помогает человеку открыть каналы, дочки, блоки, в большей циклации энергии и кровь в силу и тоже часто уходит проблема с помощью практики. В практике системы и даже если пациенте в практике, то есть очень эффективно. Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok 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 Есть ли какие-то ощущения? Слабее или сильнее? Слабее или сильнее? Слабее. Слабее. А теперь так, два пальца указательные безымянные на центр этого ладони. Выдерживайте хотя бы 10 сантиметра постоянно, но хотя бы 10 сантиметра. Дряните. Есть ли какие-нибудь ощущения? Чувствуйте, как будто точка по ладошке. Чувствуйте центры ладони. Что чувствуете? Что-то, как будто тянущее, да? А теперь вот эти ладони положите на область кубка. Женщины в центре правой ладони на кубок. Первая ладонь. Другая ладонь у женщин, а у мужчин левая сверху. И большой палец прячем внутрь. Другая ладонь. Представьте, что там в глубине тела под кубком возникает тепло. Другая ладонь. Теперь используя свою фантазию и воображение, представьте, что там разгорается жар, как солнце. Может быть, это электрическая спираль красного цвета, например, электрическая спираль, например, электрическая спираль. Может быть, это костер, может быть, солнце. Представьте и постарайтесь мысленно это тепло усиливать. Представьте и чувствуйте тепло. Попробуйте, при этом расслабить свое тело. Расслабьте голову. ТОМАТЫ ДИНАМИ Рюсы. Представьте, что существуют только горячие или теплые ощущения в глубине запахов. Дыхание произвольное, как кому удобно. Это одно из базовых упражнений системы джунья и джигон, которая позволяет продлить жизнь и вернуться в более молодой возраст. Это одна из основных упражнений джунья и джигон. Почему это происходит, расскажу немного позже, после практики. А сейчас чувствуйте, усиливайте тепло. Представляйте его, если вы не чувствуете сразу. Если вы не чувствуете, то представьте себе это. Продолжение следует... ...прощает, что это целое, в чем дальше, что это делает. Продолжение следует... ...прощает, что этоực 모 conditions и принадлежит в их умile. ...в必要... ...косредостроения... ...искнутые формы... ...прощает, что... ...сахт, когда живет... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы писать успеете. Пожалуйста, делайте это. У нас практика. Иначе нет смысла в этом нет. Представьте, что тепло концентрируется в маленький объем и усиливается при этом. Представьте, что тепло концентрируется в маленький объем и интенсивируется. Теперь мы открываем глаза и растираем ладони до жара. Теперь мы открываем глаза и держим ладони до жара. Они были очень горячие. Они должны очень горячие. Хорошо. Теперь обратите внимание, как вы видите цвета и насколько четко ваше зрение. И сейчас положите центр ладони, руки лодочкой, центр ладони на уровне зрачков. Почувствуйте, как тепло из области ладони переходит в область глаз. Почувствуйте, что тепло из область зрачков в глаза. Глаза могут быть открыты или закрыты, не имеет значения. Себе кожи могут быть открыты или очистки. ... Теперь заберите руки и посмотрите, насколько все стало четче и ярче. Есть различия. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз поверьте, как сейчас ощущение цвета. Есть какое-то различие? Вот такое простое упражнение с растиранием рук и закрыванием глаз используется для того, чтобы улучшить свое зрение. Это снимает усталость глаз. Особенно если приходится работать с компьютером или с литературой, в плохом освещении. Это не исправляет, например, близорукость и длинозоркость. Для этого есть другие упражнения, но оно позволяет в принципе улучшить четкость видения и убирать усталость. Эта упражнение не имеет значения, но это не имеет значения, но это не имеет значения. В отношении упражнения по ощущениям тепла в области паука в глубине мы сейчас немножко поговорим. Теперь мы поговорим об этой упражнениях. По вопросам зрения, есть кто-нибудь, кому-нибудь что-нибудь нужно дополнительно? Есть кто-нибудь вопросы по ощущениям? Это упражнение для рук? Я думаю, что это не для курса или для улучшения? В случае усталости глаз, более яркие цвета и снимать усталость. Для работы с длинозоркостью и длинозоркостью у нас есть упражнения, основанные вот на этом растирании ладони. Для этого нужно представить себе, что та цель, горячая цель после растирания ладони, которая питает энергией ваши глаза, еще при этом дополнительно делает более плоским ваш Крусталик. Если у вас близоркость, то Крусталик более выпуклый. чем должно быть? Если Крусталик более плоским, то фокусное расстояние отменяется и вы видите дальше. Есть методы, которые используются при длинозоркости. Но это программа первой ступени джунья и цикун, и вы сможете детально это все осваивать уже на занятиях. Теперь в отношении тепла. У кого-нибудь появлялось ощущение тепла в области кубка на данном угловине тела? У кого тепло было слабенькое, чуть-чуть? У кого тепло было слабенькое, чуть-чуть? У кого тепло было слабенькое, чуть-чуть? У кого тепло было слабенькое, то ваш организм продолжает эту практику во время вашего сна. У кого тепло было слабенькое, то есть, что вы знаете, что это упражнение, это одно из самых фантастических упражнений в системе джунья и цикун. Здесь вы видите в профиле почти карикатурную фигурку человека. Я говорила о том, что у человека есть энергетическое системо, в котором входят каналы, используемые, например, в западной медицине, в виде пиглориферсотерапии. У человека есть энергетическое системы, в виде пиглориферсотерапии, в виде пиглориферсотерапии. Есть другие области, которые называются дантиани. В них можно накапливать ци и менять ее структуру. Я говорила, что та область, которая находится в районе пугка, в глубине тела, это нижний джунь. Эта энергия связана прежде всего с нашим физическим телом. Она называется Юань-цзинь. Юань значит изначальный, что было еще до нашего рождения. От количества и качества этой Юань-цзинь зависит длительность нашей жизни и то, каким будет наше потомство. От количества и качества этой Юань-цзинь зависит длительность нашей Юань-цзинь. То есть все наследственные признаки, ДНК, РНК и прочее связаны с энергией Юань-цзинь. Это энергия связана с половыми гормонами, мужскими, женскими. Эта энергия связана с нашими гормонами. И еще она связана с очень многими интересными вещами. Эта структура ЦИ, Юань-цзинь, может находиться как бы условно в трех агрегатных состояниях. Как бы вода, как бы лед и как бы пар. Как бы вода, как бы лед и как бы пар. Когда наступает период полового созревания, то там появляются как бы лединки, половые гормоны. И тогда можно считать, что в Юань-цинь, как бы в воде, есть еще как бы лединки. По мере того, как человек живет, у него Юань-цинь используется на все его жизненные функции. И количество Юань-цинь уменьшает. С точки зрения китайской медицины считается, что если количество энергии Юань-цинь становится ниже какого-то критического уровня, то человек умирает. Обычно, когда врачи констатируют смерть, то пишут любой диагноз, но только не старость. А когда человек умирает, то пишут, что человек умирает от таза. Всегда от какой-то болезни. Уже много лет, в большинстве стран мира считается началом наступления старости, то время, когда человек уже не может возникнуть. Он может воспроизводить в себе подобных, когда функции и продукции уже прекращены. И поэтому обычно процесс в жизни человека происходит таким образом. Сначала ребенок родится. Без проблем sieht, dass der normale Lebensprozess folgendermaßen. Ein Kind wird geboren. Потом он взрослеет. Es wird erwachsen. Потом, через какое-то время, начинает стоять. Nach einer bestimmten Zeit wird der Mensch älter. Und in der Schlussfolgerung wird er aus dieser Leben. Und irgendwann verlässt er das Leben. Ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland gehört habe. Ich weiß nicht, ob jemand das in Deutschland gehört. Aber im Russischen gibt es so einen Spruch oder so eine Anekdote. Ein Kind. Eine Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Eine Mädchen. Ein Mädchen. Jüne Frau. Молодая женщина, праварушка умерла, мужчина, ребенок, мальчик, подросток, юноша, молодой мужчина, взрослый мужчина, пожилой мужчина, дедушка, прадедушка умер. Но на том уровне, когда повторяется молодая женщина, молодая женщина, можно действительно сделать постановку. То же самое естественно касается и мужчин. И вот как это происходит. И вот как это происходит. Они называют знаком равновесия кин-ян, великий предел, знак тай-чи, иногда говорят кин-ян рыба, как будто бы голова с глазом. И тогда возникает ощущение, что происходит вращение по часовой стрелке. Голова плывет, а за ней хвост. И вот здесь мы видим, что эта фигура, как будто бы в руках, как будто бы в руках. Этот знак присутствует везде, где есть традиционная китайская медицина. И многие системы ЦИГОН, многие, но не все. Этот знак символизирует направление эволюции Вселенной и жизни на Земле. Этот знак символизирует направление эволюции Вселенной и на Земле. От рождения через зрелость к совершению существования. Это естественный ход эволюции, естественный ход жизни в физическом мире. А вот этот знак, где вращение как бы против часовой стрелки. Говорит о том, что эволюцию повернули назад. Он говорит, что этот процесс может уничтожить. То есть не от рождения смерти, а от рождения только зрелости и потом долго. Молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина может быть до бесконечности. Этот знак символизирует путь к бесконечности, к бессмертию. И направление вот такого движения можно увидеть только в нескольких системах. Эта система Джоньян Цегон, это даосская система, хаоистская система и некоторые тибетские системы. Если рассматривать это с точки зрения энергии, в частности Юань Цинь, то что происходит? Когда мы тратим свою энергию на жизнь, на тела, на работу, то для восполнения ее нам нужно покушать, поспать, отдохнуть. При этом мы восстанавливаем энергию, которая течет по нашим энергетическим каналам. Но мы не восстанавливаем энергию, которая находится в Нижнем Данциане, и от которой зависит длительность нашей жизни. Эта энергия в Меридиане может быть опять, но не в энергии в Данциане. Эта энергия связана с половыми гормонами и искусственное принятие в качестве медикаментов этих гормонов, которая сегодня возможна, не может длиться бесконечно. Существует два естественных метода восполнения вот этой энергии Юань Цинь и половых гормонов, даже если их уже по возрасту практически нет. Один метод, самый легкий и приятный, это держать руки на кубке, как мы это делали сейчас, и представить, что там тепло, и там становится все горячее и горячее. Это можно делать в любом пространственном положении, сидя, стоя, лежа, на боку, на спине. Главное образ, которое вы представляете, что там жарко. Здесь используется метод, который применяется при аутогенной пленировке. И если вы представляете, что у вас одна рука становится тяжелее и горячее, а через некоторое время померяете температуру и руку взвесите на каких-то лесах, вот в сидячем положении, то это окажется правдой. Дело в том, что свойства нашего организма заставляют нас чувствовать ту область, куда направлено наше внимание. И то, что вы представляете, организм пытается реализовать, выполнить, как установку, как задание. Сначала вы не чувствуете ничего, но потом, постепенно, в это место начинает поступать больше энергии. Энергия ведет за собой кровь. Начинается здесь усиленное кровообращение. Это ускоряется обменные процессы, это повышает температуру. А другое время вы начинаете чувствовать постоянное тепло, если переводите внимание в эту область, а еще через какое-то время начинаете чувствовать, что там горячо. И поэтому, после этого, они начинают чувствовать, что там горячо в этом направлении, и после того, что там горячо в этом направлении. Вот это теплое или еще почти горячее Дентянья из области нижнего Дентянья начинает приниматься вверх, достигает области среднего Дентянья и усиливает энергию среднего Дентянья. В этой области находится мелочковая железа Тимус, от которой зависит наши иммунные свойства. И поэтому при таком практике, прежде всего, улучшаются иммунные свойства организма, и человек перестает болеть, или болеет намного меньше. Поэтому при таком практике очень хорошо улучшается наш иммунный систем, и улучшается, и человек будет очень слабо болезненно или даже не болезненно. Это эффект и минимальная польза, который это упражнение дает. Но если вы продолжаете в таком роде практике регулярно, то происходят вещи уже на грани фантастике. Вам нужно добиться не просто тепла, а очень сильного жара. Для этого нужно не просто тепла, а очень сильный жар. Тогда этот жар проходит через область среднего Дентянья и достигает области головы. И без стирного мозга возникает другой тип обменных процессов. Если вы получите энергии в голове, то вы получите энергии. Из пищи, которую человек кушает, начинает вырабатываться не только цвет тумана для восполнения сил, но еще и энергия юанцинь, которая никоим другим образом естественно нельзя получить. При этом восстанавливается количество энергии в нижнем Дентянь и юанцинь, и чем дольше вы будете практиковать ощущения горячего там, тем больше от пищи вы будете получать энергию юанцинь. И чем дольше, чем дольше, чем дольше, чем дольше, чем дольше. Вот этот жар, который поднимается вверх, можно сказать, что это юанцинь в состоянии как бы пар. И когда восстановится полный объем юанцинь в состоянии как бы вода, то дальше начинают формироваться половые гармоны. Полные гармоны – которое может делать, чем дольше, чем дольше. При регулярной практике человек в любом возрасте может восстановить количество половых гормонов, как в юные годы. Поэтому при регулярной практике каждый человек в любом возрасте может восстановить все функции, включая функцию репродукции. Но функция репродукции восстанавливается после того, как все остальное восстановится. У меня была группа женщин, ветераны спорта, возрастил 72-78 лет. Тамара Ванглана училась в группе, это опытные спортсмены, в возрасте 72-78 лет. У меня попросили провести для них облегченный курс джунья и цегун, потому что они в прошлом были бегуны и их организм был испрещен большим спортом. Они попросили для них облегченный курс джунья, потому что они все начали с большим спортом. Они были спортсмены, и они были очень шокотно через спортсмены. Самое приятное упражнение представлять там тепло, сиди, лежи, спи, ничего делать-то нужно. Есть упражнение, которое позволяет накапливать много энергии, большое дерево, но оно трудное. И вот я им дала такую облегченную программу, поскольку они спортсмены, то они привыкли отрабатывать все так, каким говорят. Они спросили, по сколько времени можно делать каждое упражнение? Я им сказала, есть минимум 30 минут, максимума нет. Она сказала, минимум 30 минут, и нет максимума. Без тех упражнений, которые я дала, я сказала, что это самое полезное, поэтому делайте его больше, чем остальные упражнения. Все это происходило в городе Одесса, а там народ очень специфический. Раньше говорили, есть Соединенные Штаты, есть Нью-Йорк, а у нас говорили, есть Союз, или Россия, или Украина, но есть Одесса. Это особая категория людей. Это происходило в городе Одесса, это очень специфика, очень специфика. Есть украинские страны, есть украинские страны, есть украинские страны. Я приехала снова в Одессу месяца через два месяца проводить опять курсы во второй ступеньке. У меня была обычная стандартная группа, и они тоже пришли. В первом занятии повторили упражнения первые ступеньки. В перерыве они ко мне подошли с обидой и сказали, почему вы нам все упражнения не давали, а дали только час. Я ответила, что ваш руководитель мне сказал, что часть упражнений, и сказал каких, давать вам не надо, потому что вам это будет трудно. Мари Райанна ответила, что ваш руководитель мне заделает их трудно, чтобы вы могли просто просто упражнения. Не трудно. Они возмутились, нам трудно, это другим трудно, а нам нет. И они сказали, что это для нас трудно, но для всех это трудно, но для нас это трудно. Они прошли вторую ступеньку на уровне со всеми, и самое неприятное для большинства людей упражнение «Большое дерево», в котором много кто не хотел стоять или не мог, они делали почти безукоризненно. И тогда они так хорошо как все другие практики, и также это трудно, и 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 это трудно. После всего они спросили, что нам теперь практиковать. Я сказала все, что хотите из того, что мы учили, но это упражнение тоже делайте, потому что оно более полезное. И тогда они спросили, что вы должны это практиковать? Они сказали, что это все из того, что мы учили, но эта упражнение с тем, что это лучшее для вас, и поэтому мне эта упражнение. Они спросили, что у них нет практики? Я сказала, что нет, только в меньшую сторону. Все не меньше чем 30 минут. Есть ли какие-то ограничения? Есть ли какие-то ограничения? Нет, нет, только минимум 30 минут. Прошло еще месяца полтора. У меня каждые два месяца тогда там были курсы, но не дожидаясь следующих курсов, мне звонит организатор из Одессы и говорит, Тамара Ивановна у нас серьезные проблемы. И я спрашиваю, какие, она говорит, что одна женщина в пасторе попала в больницу. Она мне отвечает, потому что как раз ее и ее приятельницу вы диагностировали перед отъездом. Они попросили. И вы сказали, что у них все в порядке. Я говорю, ну вообще за полтора месяца. У людей немолодых много что может случиться. Она говорит мне только не такое. Я говорю, что же случилось? Она говорит, что это не может случиться. Что это? Эту женщину забрали с травотечением. Такое бывает при опухолевых заболеваниях в гинекологии. А за полтора месяца в таком возрасте настолько серьезная проблема не может успеть развиться. Значит она была, поэтому вас и попросили продиагностировать. Мы сказали, что все в порядке. И вот видите, она запустила болезнь. И это не может происходить в неделю. И это не может происходить. И это не может происходить. Я позвонила сама. Я спросила, что же вы не позволите? Она ответила мне не до того. Она сказала, что эту женщину из больницы перевели в институт геронгологии. И на второй день после того как ее перевели туда же ее приятельницу из этой группы. И в общем, чтобы долго не занимать ваше внимание, когда я приехала через две недели на очередные курсы, ко мне пришла вся группа из семи человек. И сказала, что у троих из этих семерых вы становились функцией репродукции. Они уже прабабушки. И им это не надо. И что с этим делать? Ко мне претензии. Я спросила, по сколько времени вы практиковали вот это упражнение представлять горячие шарики, теплом. Возьмите. Как только я спросила, у них сразу агрессивный тон исчез, они начали переглядываться, и я поняла, что дело именно в этом. И они молчат. Я сказала, что не могу им дать никаких советов, пока они мне не признаются, сколько времени они практиковали это упражнение по сравнению с другими. Вы сказали, что им это упражнение было практиковать приятно, оно не требует усилий, и поэтому они практиковали только его. Они собирались в группы, как раньше в группу здоровья, практиковали это упражнение, в перемешку с упражнением пили чай, смотрели сериалы по телевизору, все время представляя, что у них там тепло внутри лежало. У них не нужно было следить за внуками или готовить еду, потому что они перестали болеть, хорошо себя чувствовали, и поэтому их дети спокойно отпускали их заниматься улучшением здоровья. Такое время выяснилось, что на протяжении четырех шхем-то месяцев они практиковали это упражнение каждый день, не пропуская ни одного дня, по три часа, по четыре часа, по трех часов. Вопрос остался, что же нам с этим делать, нам это не надо. Тогда я им дала еще одно упражнение «Малый небесный круг», чтобы они этот жар проводили по траектории через мозг и чтобы у них открывались дополнительные каналы восприятия, такие как третий класс. Я им сказала, что есть два варианта, или практиковать еще какое-то время интенсивно, тогда этот жар действительно, эта энергия откроет у них очень много дополнительных каналов, а потом прекратить практику, пока они опять не начнут себя не совсем здоровыми, и тогда снова начать практиковать. И вот так вот, периодически. Это один из методов управления репродуктивными функциями организма. Можно их приостановить на время, можно их запустить. Это один из методов контрацепции, например, в Китае. Останавливаются функции репродукции и нельзя забеременеть, нет проблем. Останавливаются функции репродуктивными функциями. Но самое главное, что перед восстановлением репродуктивных функций организм восстанавливается до возраста, который был тогда, когда у вас все было в порядке и активно действующим. И до тех пор, пока человек жив, у него хватает количества энергии, чтобы восстановить полный объем этой энергии. И так далее, как можно жить, у него хватает много Юан-Чин, чтобы восстанавливать этот уровень Юан-Чин. Поэтому это упражнение позволяет очень серьезно и на долгие годы или десятки лет продлить свою жизнь и быть при этом здоровым. И это одно из самых мощных упражнений по омоложению и прогрессию жизни. Это одна из самых лучших и эффективных упражнений для глубокого упражнения и увеличивающих потребностей. Называется оно Ян Ци, то есть Янская Ци или Преобразование Ци, Transformation Ци. Поэтому вне зависимости от того, занимаетесь ли вы какой-то практикой или нет, здоровы вы или больны, то есть это упражнение быть полезным и здоровым. Поэтому я не согласен, если вы хотите, что-то что-то практики или нет, вы хотите, чтобы вы эту практику с таким упражнением с таким упражнением и что-то вам будет для вас очень хорошим, что-то применение. А с точки зрения развития человека, он позволяет открыть вот эти дополнительные каналы восприятия, которые как правило мало у кого работают. Третье глаз, второе сердце и так далее. Есть вопросы? Это значит у вас больше инской цыль, чем янской, поэтому нужно делать упражнения по накоплению дополнительного янской цыль. Мы принимаем янскую цыль, чтобы быть активнее и чтобы не было холодно. Мы принимаем ян цыль, чтобы не было холодно и чтобы быть активнее. Янскую цыль мы принимаем для того, чтобы быть в состоянии успокоения и тишины ума, остановки мысли. И лим-энергию мы принимаем, чтобы мы расслабляем, чтобы мы расслабляем, чтобы мы расслабляем. Если мы организм организм, то, что мы расслабляем, то, что мы расслабляем, то, что мы расслабляем? Если вы хотите, чтобы мы расслабляем, то, что мы расслабляем. Что-то знать, конечно, надо. Но можно знать на уровне дилетанта. Но можно узнать, что мы расслабляем. Обычно на первых этапах можно использовать знания, которые есть в первой ступени. То есть, принадлежность органа, какому элементу, какого цвета цыль в нем. В начале достаточно, например, для того, чтобы мы расслабляем, что мы расслабляем в первой ступени. Например, в каких элементах, какого цвета цыль в нем. Достаточно ли вообще цыль в организме? Из бытовых недостаток в Янской или Гинской? Какие взаимосвязи этого органа с соседними, с другими органами по кругу Син? И после этого уже соображать, что ли, или знать, как можно с этим органом работать. Это, если говорить с точки зрения вот этой развивающей системы Джонья Ницико. Но можно проекти, например, семинар по имидж-медицине, и тогда более профессионально работать со своим организмом. И также можно получить в семинаре по имидж-медицине, и тогда можно получить профессиональное знание, как можно работать с этим органом. И так далее. 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 По этой системе, если ты начнешь computing свой организм, чтобы выполнять juvenile газовую arthюровку, И для этого вы должны либо практиковать большое дерево, вводить внутрь шар, сжимать его и потом проводить по этой траектории, либо практиковать преобразование ци, ощутить этот шар, это тепло и потом его проводить по этой траектории. Если нет ощущения, что вы будете перемещать, что вы будете чувствовать, то есть, если вы не имеете в виду, то есть, что можно в траектории с плацем, что можно спрятать? Я был в Манда Чиа, я был в Манда Чиа, и он сказал, что он может быть сексуя, Время решения, как мы сочинены, мы сочинены, но мы сочинены, что мы сочинены. Понимаете, дело в том, что Мандекчия никогда не был мастером циклом? Мандекчия никогда не был мастером циклома. Если проназифизировать его книги, многое там заимствовано, а многое просто не правильно. Мандекчия никогда не был мастером циклома. 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 Можно просто сразу из окружающей среды принимать свой организм снаружи Янской Узи. Man kann auch einfach aus der Außenwelt Ян-Chi, Körper, holen, aufnehmen. Например, Энергия Солнца. Он понимает, что в Солнце и в Солнце. Что значит, что происходит с женской и женской стороны? У женщин более чувствительная правая рука, а у мужчин левая. И вот когда мы, например, учим диагностику руками на первой ступеньке, то мужчинам легче ощущать левое, какое женщинам правое. Es geht nur um die empfindlichkeit der Hände. Normalerweise ist bei Frauen die rechte Hand etwas empfindlicher und bei Männern, deswegen auch, wenn man zum Beispiel die Methoden zu diagnostizieren lernt, dann benutzen die Frauen auch ihre rechte Hand und die Männer die linke. И в результате практики мы должны уравновесить чувствительность левой и правой половины инской Ян-Chi. Поэтому мы должны уравновесить нас при качестве Продолжение следует...